всем доброе утро всем ясное солнечное анапское утро какая красота не единого облачка море впереди море но на улице я скажу знаете не тепло там ветерочек если видно вон трава как гуляет прям волнами сейчас пойдем сходим на рынок огурцы помидоры на обед покушать и наверное сосиски вчера мы ели пельмени вот это больше пельмени не хочу помыла холодильник смотрите у нас молоко майонез тортик вчера купили покушали это колбаса у нас еще осталось все и морозилки оставшиеся пельмени чуть-чуть шаром покати так что надо будет потом на закупочку либо завтра либо послезавтра всем доброе утро мы еще с вещами не разобрали сегодня солнечный день до солнечный день в общем нам предстоит работать занавески тут лежат кстати не рассказывала мы и люстру купили тоже будем вешать но не сегодня может как на неделе на кухню вот штанга который мы сдачи привезли это для душа в общем дел конечно очень-очень много тут тоже солнышко светило но хотя бы вот эти вот пакеты когда мы спали они все-таки как-то знаете дают какой-то барьер от солнечных лучей в любом случае нужно вешать занавески нужно карнизы купить у нас карнизов нету будет померить купить но это все конечно не все сразу поэтому сейчас идем на рынок зайдем в табрис посмотрим магазин что там есть и потом пойдем домой обедать потому что у нас сегодня доставка я уже говорила в прошлом влоге стиральной машины позвонили доставщики мы заказали через холодильник ru мы заказывали через них этот как холодильнику холодильник ru холодильника заказывали микроволновку нам очень сервис понравился и вот они нам стиральную машину привезут вот сюда мы ее поставим не знаю вот этот лючок возможно не будет открываться но как вариант мы просто снимем тогда временно вот и вот сюда поставим и нам нужно будет найти сантехника который нам тут сливы сделает врежет но это тоже потом пока мы этим еще не занимались а она выше они не выше они прям вот прям вровень получается я не знаю сможет он открыться или нет люк то там же у нас счетчики а счетчики нужно будет показания снимать или там что-то перекрыть в общем дима сделать тут самокат сашульки сейчас поедем она на самокате вы пешочком до рынка давайте одеваться собрались поделись шапку я не нету шапки не брала с собой не по капюшон этим сейчас прогуляемся знаете еще забыл сказать холодно очень в квартире я очень-очень замерзла кофточка есть да на самом деле отчет как-то не подумала что холодно батареи уже отключили тут прям холодно реально никогда в мае-то не приезжали чего хоть за обогревателем иди честное слово я уже применю за такие маленькие тепловые пушки открыли в нашем доме мы уже сделали заказ димой а вон сейчас проходили штангу знаете насчет шкафа нету не ну пока не будем пока ставить вот и мы заказали штангу для одежды чтобы повесить сушилку для белья такой напольную и вот красота на смотрите на нашем доме для вообще очень удобно можно будет тогда сходить потому что они уже пришли эти товары в любом случае теплее чем дома все тут ничего не подстрижено до бульвар у нас получается да вообще ничего не подстригли второй литер кстати очень интересно будет узнать по ценам сколько стоить потому что смотрите вот эти вот внизу это скорее всего какие-то будет офис либо магазины оцене быстро очень конечно строит вот печально будет как просто тоже взять на заметку посмотреть какая там планировка говорят совсем другой будет дом они такие вот как вот эти вот наши панельки на монолит вроде строится может вечерком тогда до моря даем сегодня пока дел много то что у нас еще и доставка и покушать надо что-то купить хорошо что мы все-таки самокат взяли многие из вас в прошлом году советовали почему самокат не взяли с горочки до такой пригород оттуда хорошо на самокате вот и мы решили в этом году послушать вашего совета и взять самокат действительно мы на поезде ехали нам не очень удобно было можно было конечно здесь купить самокат проще было бы так как на машине этот захватили с собой да тут кататься очень здорово сашульки так вот на лавочке можно до посидеть нам заканчивается припекать вот она бы покаталась вордкласс смотрю открыли еще из дома увидела с балкона я думала как они будут входить они сделали вот с этой стороны вход а там вот ворота люди входят там закрыты у них территория доченька нам сюда левее держись нам вот сюда мы пойдем с тобой на старый наш рынок огурчики помидорчики сейчас посмотрим что у нас там по ценам дим ты как как настроение вчера приехали устали я думал может лучше надо было на даче остаться честно у меня была секундная такая мысль потому что как это вот эта усталость и вообще холодно в доме и вот эти вот вещей есть нечего в общем этих такой уже какое-то чувство обречения уже было нормально нормально да надо будет посмотреть там да да просто вот как-то вот когда приезжаешь это пустая квартира холодно есть ничего это думаешь и еще на улице было прохладно ветер был поэтому как-то вот так вот у меня проскочила нужно будет посмотреть там южном квартале был хороший магазин мясо продавали тому же жена по моему торговали надо будет тоже зайти посмотреть потому что суп нужны сашульки варить и диме как-то уже переходить это сухомятки на горячие уже вовсю цветет сирень смотрите цветочки какие у нас еще даже листики не набрала ну вот если ветра нету солнце тепло а ветерочек такой он так мы сейчас проходим мимо днс вон далеке он табрес и рынок наш недалеко знаете мне сейчас такая идея возникла в днс купить обогреватель на ребят но я не знаю какой-нибудь самый дешевый мне холодно квартире не знаю может быть это наши квартиры такая холодная потому что мы все-таки не жили там и люди которые обживают и у которых отключается там сезонная батареи там немножечко совсем по-другому там тепло конечно есть и она сохраняется у нас и батареи были выключены то есть мы уехали всю зиму квартира была холодная не отапливалось все было выключено у нас действительно очень-очень холодно вот поэтому ой какой большой магазин табрес посмотрим что зайдем и может быть тогда действительно в днс заблянем по поводу обогреватель сейчас никто их не берет может скидки какие есть на них так что конечно смешно до приехать на море и купить обогреватель вот она покупатель наш маленький табрес мы пришли господи посмотреть что здесь есть и на вы поняли кстати сумку пляжные 2 600 дурака по ценам сейчас грянем так а вот готовые хлеб хлеб нам нужен много да по мясу посмотрим мясо свинины и без костей свинина шея 529 на мальчики разные пирожок с картофелем грибами сосисков в тесте творожное запекание то есть вот так вот даже покушать можно прийти овощи паша гречневая с грибами поздно такое мясо а это уже так вот набитая шашлык и вот видимо курица с сыром и грибами то есть о видимо с Сашкой решили морепродукты устрица да императорские смотрите какие торты здесь медовик это красиво сделано мороженое да как будто сверху лежит чиз и а вы видите даже можно это кусочками брать это так на развес меренговый рулет один любимый отдельно вот пирожное все мои убежали можно какие-то попить круассанами мы здесь ничего не будем покупать потому что пойдем на рынок тогда здесь сюда просто жасли посмотреть поглазеть потому что открылся магазин в общем магазин хороший помидоры 190 картошка 100 рублей огурцы 100 клубника 170 250 тоже есть так у нас данный ряд нужно было конечно картошечки купить домой морковка свекла вот огурцы тут уже по 80 200 200 помидоры яблочки яблочки это хорошее то что 5 недорого 65 да 75 огурчики яблоки клубника домашние очень сладкая 350 рублей так вот самая дальняя вот у нас вы видите больше всех народа всегда в прошлый раз мы там и брали ух ты смотрите какая картошка мелкая и просто отварить сразу есть не чистить естественно 120 так ну что что не будем брать тоже картошка вот уже редисточка рим 60 это где столько же видео да столько же видео 60 помидоры огурцы по 70 взяли огурчики помидорчики церкви капуста взяла сашульки варить суп сейчас придем покажем и чесночок молодой нашли же в днс вот шутки шутками да нет у них обогревателей они уже все убрали они только под заказ потому что сейчас лето мы единственные такие там уже вентиляторы кондиционеры стоят продаются наверно по валсбересу можно заказать ну все это ждать надо а сколько это ждать там уж все нагреется наверно ладно поживем увидим сейчас натопим своим воздухом своим телами так что мы купили я отварила макарон сейчас сосисками покушаем вязанка две штучки взяла краковская колбаса сашулька просто ее обожает колбасу краковскую еще вареную она любит вот такой двайфельный фортик это к чаю надо конечно съездить на закупку попозже так это я взяла цветную капусту на рынке буду сашу суп варить мясо не купили где молчок взял на рынке огурчики помидоры а еще у нас чесночок там где-то лежал и свежий чесночок вот это вот все на 220 рублей нам вышла пульсы помидоры цветная капуста чеснок и лук сейчас будем ставить сосиски варить и будем обедать мы пообедали сашулька там играется сидит в комнате дима решил немножко подтянуть линолеум который у нас гуляет ребята это конечно жесть здесь болты закрутили сейчас я вам покажу они просто их туда надбивали у болтов ни головок ничего нету все вот такие вот головки все слизанные ни к чему болты не откручиваются пришлось тут сейчас вам сделаем я так и не поняла ты его хочешь подрезать или просто туда но чтобы его натянуть его наверное весь надо снять нет ну да с этого края надо с этого края его как тянуть то я вот сейчас с этого это все откручено у меня здесь сейчас я вот для начала чуть-чуть ребят пока один тут натягивал линолеум нам провели стиральную машинку мы проверили ее повреждение да не проверяйте а так уже тестирует представляете вы когда-нибудь слышали что она мокрая должна быть они говорят ее на заводе тестирует прежде чем к вам отправить как бы там кто-нибудь чужого не стирал она вообще все мокрые просто то есть они смотрят чтобы она не протекала но вообще вот так вот она новенькая то есть она была запакованная все клопок, спортивная одежда мы выбирали знаете ну чтобы хорошие и нам сенсор не очень нравится поэтому больше кнопочки нам надо теперь еще главный вопрос если есть у кого-то установщики допустим сантехник хороший который может поставить ну да те кто в анапе живут надежный проведенный человек у кого можно это все поставить посоветуйте нам надо подключить стиральную машину потому что нам надо ее врезать в трубы то есть врезку сделать да Дима ты в кроссовках далеко не отправился мы хотим наверное под краном вот это все сделать как Дима наверное хотел сказать вот здесь вот то есть поставить сюда как я уже говорил вот сюда нам надо врезку но врезка же не просто так да осуществляется она должна быть поднята на какое-то расстояние вот поэтому нам нужен грамотный сантехник который нам все это сделает мы хотим сделать вот таким вот образом здесь видите да переходник под слив 1 а мы хотим сделать переходник точно такой же ну пусть он будет побольше чтобы был слив 1 здесь под раковину а второй слив здесь под стиральную машину то есть такой сразу на 2 слива у нас не потечет ничего нет ну а в любом случае этот слив надо врезать и соединять стыки вот то есть мы здесь должны сделать слив и он должен быть не меньше 70 слив должен быть не меньше 70 миллиметров в общем а в будущем когда мы будем делать душевую кабину я не знаю когда мы ее будем делать тяжело очень сказать у нас стиральная машина будет вот здесь стоять а вот здесь вот будет вот так вот душевая кабина метр на метр стоять а вот здесь вот будет то что останется уже будет раковина то есть вот так получится стиральная машина душ и раковина сушилку мы уберем а над стиральной машиной будет висеть бойлер водонагреватель а вот здесь вот полочки скорее всего сделаем в этой нише вообще для меня очень загадка же для чего вообще вот это вот вот это вот дырку оставили не знаю ни туда не сюда на вот так вот так что стиральная машина есть нужно будет ее поставить подключить и можно будет уже тогда стирать мы пошли на море пойдем поздороваться с морем по нашей тропиночке осталось позади и мы вот так вот вперед пойдем посмотрим как там проход если нет потому что говорили что вроде через калитку который мы проходили там вроде и закрыли что там сейчас не пройти пойдем прогуляемся посмотрим у нас еще в нашем доме и не знаю во всем квартале или нет мы по крайней мере может нашем доме только света отключили нету и воды вообще нет ни холодный и горячий помимо того что да я тут замерзла вообще хотел думал ножки погреть водички горяченькой так там еще и горячей воды даже нету и холодно тем более чем дома настроили какие-то тут дома строят я не знаю до гордивы относятся или нет эти дома эти время их не видели да помню не пока не был вот эти вот эти дома который торцом стоят что дошли дочь ну как поздоровались в мае никто не видел из нас до моря как выглядит какая погода но мне кажется что вот этот вот май для на пол он холодный так сейчас мы подходим к камню помните мы как-то снимали видео что говорили что здорово было бы здесь парк сделать посадить то есть даже не вот и вот положили камень парка в честь крещения руси девятнадцатого парка не были бы не мы если бы мы не зашли в свою любимую пекарню гулялись на море и посмотрим правда сейчас уже вечер я думаю что может быть ассортиментом не такой большой как с утра ну может что-то осталось посмотрим да что-то должно быть взяли мы слоечку сыром и две булочки с лесными ягодами вишневых не было да но там уже мало если ты чего осталось надо приходить либо днем либо утром хочешь булочку вот лесные ягоды будешь ну вот здесь будешь ну что дома то ветрено а ветрено тоже дошли до своего дома как-то ветер все сильнее и сильнее сашка съела пол булочки да не выдержала проголодалась а сколько сейчас интересно времени это нет не тоже часов с собой нету ладно ребятки будем с вами на это прощаться спасибо за просмотр а